Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна Потанина. Сегодня будет видео про мои обновки одежды с сайта Гипюр. Я вам все, как обычно, буду показывать с примеркой на себе. Но прежде чем я буду говорить о одежде, я хочу вас пригласить подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Присоединяйтесь, у меня тут много интересных и полезных роликов. И еще теперь у меня есть кулинарный канал, я вас тоже приглашаю туда подписаться. Ссылочка на кулинарный канал будет внизу в описании под видео. Сегодня будут обновки с сайта Гипюр, ссылки на все вещи, как обычно, также буду ждать вас в описании под видео. Короче, там всегда много полезной информации, не забывайте туда заглядывать. И давайте перейдем к одежде. И начну я просто со звезды моего заказа. Это искусственная шубка в потрясающе красивом голубом цвете. Я, собственно, эту шубку выбрала в первую очередь именно из-за цвета. Я обожаю все оттенки синего, голубого. Это мои самые-самые любимые цвета. И, конечно, этот цвет меня, ну, просто покорил. Помимо потрясающего цвета у этой шубы еще и качество классное. Мех здесь очень такой густой, плотный, мягкий. С виду она, знаете, на что похожа? На мех кролика. И на ощупь тоже. Она прям супер мягкая, шелковистая. Я, когда ее первый раз одела, я прям не могла остановиться ее гладить. Я прям все ее гладила и гладила. Очень приятная. Она застегивается на кнопки. Здесь такой высокий, объемный воротник. В общем, шуба мне очень понравилась. Если ищете себе что-то подобное, то тогда прям вот очень вам советую. Реально классная по качеству и фасон прямой такой. Оверсайз немножко мне понравился. Крутецкая. Я взяла ее, кстати, в размере М. Все свои мерки я напишу внизу в инфобоксе. Еще из верхней одежды я заказала себе удлиненную такую куртку. Она на искусственном утеплителе. Я не знаю, что это синтепон, холофайбер или как он называется. В общем, здесь какой-то искусственный наполнитель. Это не пуховик. Эта куртка удлиненная. Она в миде длины, на поясе, с воротничком, стоечкой. Застегивается на молнию и на кнопки. На сайте написано, что эта куртка идет на температуру до минус 10. Ну, по моим ощущениям, где-то примерно, наверное, так и будет. Она такая достаточно плотненькая. Не должно нигде ничего здесь продувать. Длинная, хорошо застегивается. Но из-за того, что здесь не пух внутри, конечно, в минус 30 в ней не походишь. Мне, в принципе, понравилась эта модель. Мне нравится, как на мне выглядит. Единственный нюанс здесь. Это узкие рукава. У меня достаточно худенькие, на самом деле, руки. Но вот мне как-то все равно эти рукава кажутся, знаете, узковатыми. Если у вас ручки такие вот полненькие, да, объемные, то тогда вам вообще будет, наверное, очень некомфортно. Тогда, если вам понравилась эта модель, выбирайте на размер больше своего. Вот. Следующая вещь – это темно-синий вельветовый домашний костюм или пижама. Можно назвать это по-разному. На сайте, по-моему, обозначается это изделие как пижама. Но, на мой взгляд, это все-таки больше домашний костюм, чем пижамка. Здесь такие прямые штанишки на резинке с кулиской. И завязывающиеся, завязывающиеся. Короче, кофточка, которая еще завязывается поясом. Мне безумно нравится цвет этого костюмчика. Такой насыщенный, темно-синий. Очень красиво, дорого смотрится. Я себе в этом костюме дома очень нравлюсь. Прям, знаете, такая просто мадам в бархатном костюмчике. Выгляжу, мне кажется, я в нем дома очень круто, красиво и стильно. Я прям очень довольна осталась этим изделием. Давайте перейдем к платьям. Я выбрала для себя два таких нарядных шифоновых платья. Ну, начнем, наверное, с бордового. Мне очень нравится здесь цвет. Красивый такой насыщенный винный оттенок. Да и вообще, в принципе, это платье мне понравилось. Мне подошло. И мне кажется, что оно на мне хорошо смотрится. Оно шифоновое. Спереди здесь идет вот такая вот завязочка на шее. Небольшая рюшечка по воротнику. И небольшие рюши идут на рукавах. Спинка здесь такая идет, получается, полупрозрачная. А спереди есть вставочка, прикрывающая грудь. То есть, в принципе, ваш бюстгальтер спереди виден не будет. Только спинка от него будет просвечиваться сзади. Юбка тоже здесь идет непрозрачная. Только лишь нижняя часть юбки немножечко идет вот с такой вот полупрозрачным, с полупрозрачным подолом. И еще по подолу идет бархатная вставочка тоненькая. Две таких тоненьких бархатных полоски. Это платье мне понравилось. Мне кажется, что оно на мне хорошо смотрится. Мне нравится цвет, мне нравится фасон. Вот все в нем хорошо. Такое, знаете, нарядное для каких-то вечерних мероприятий. Но при этом оно достаточно сдержанное. И нет в нем какой-то вот сильной открытости, откровенности. Мне понравилось. И длина у него просто отличная. А вот с этим платьем я немножко прогадала. Я не думала, что у него будет такое откровенное декольте. Там, конечно, на сайте написано, что у него глубокое декольте. Но я думала, что это будет что-то типа того, что у меня сейчас. Но тут на самом деле такое декольте, что всем декольте. Декольте. Ну а так, в целом, по качеству к платью у меня претензий никаких нет. Оно хорошо сшито. Здесь приятный такой мягкий шифон. Здесь хорошие шовчики. Нет никаких ниточек. Вообще, у меня гипюр никогда не бывает вопросов по качеству. Всегда все приходит хорошее. Мне ни разу не приходило что-то прям плохого качества с торчащими нитками. Как это бывает с китайскими интернет-магазинами. Кожаные брючки-леггинсы. Я бы скорее назвала их не леггинсами, а брюками. Но, по-моему, на сайте они обозначаются как леггинсы. Сделаны из искусственной кожи. Очень такая мягкая, приятная искусственная кожа. Немножечко она тянется. Снизу здесь не слишком узкие штанины. Никакой молнии на штанинах нет. Как это часто бывает с такими вот кожаными леггинсами. Мне они понравились. Они на такой слегка завышенной талии. Не очень здесь высокая талия, но и не низкая. Это, наверное, знаете, скорее даже средняя посадка, я бы сказала, чем завышенная. Здесь интересная застежка. Спереди просто идет одна молния. Все, больше ничего нет. Никаких ни пуговиц, ничего. Просто одна молния. Они очень удобные. Они удобные. Они не тянутся, они не сборят на коленках. Они достаточно тепленькие. Я уже в них ходила. Тут внутри есть такой небольшой маленький начесик. И благодаря этому начесу я в них спокойно ходила, даже без колготок. Но, правда, на улице было всего лишь минус 1 градус. Но мне у них было вообще не холодно. И осталось у меня две вещи. Одна из них это юбочка плессированная. Но в отличие от большинства плессированных юбок, у нее нестандартный покрой. То есть она такая достаточно прямая. Обычно плессированные юбки расклешенные. И поэтому я плессированные юбки не очень люблю. Они как-то визуально толстят. Сама плессировка придает визуальный объем. Плюс еще вот такой вот покрой расклешенный дополнительно добавляет объем. Тут же покрой идет прямой. И из-за этого мне не кажется, что эта юбка меня толстит. Хотя, кстати, пишите в комментариях, как вы думаете, полнит она меня или не полнит. Мне нравится очень цвет. Такой универсальный бежевый оттенок. В принципе, к этой юбке можно много что придумать наверх. И с обувью сразу она будет хорошо сочетаться. В общем, такая, знаете, универсальная рабочая лошадка. И в пир, и в мир везде можно носить. И последняя вещь в моем заказе это блузка в стиле 80-х. С такими вот рукавами-фонариками из атласного материала. Здесь, опять же, очень глубокий вырез. Опять же, я не думала, что здесь будет настолько глубокий вырез. Но вот он здесь такой. Я пока думаю, с чем ее можно носить. На модели, на сайте она одета с теми леггинсами кожаными, которые я вам показывала. И, в принципе, это прикольно выглядит. Но я думаю, что еще можно под эту блузу надевать. Она мне понравилась на сайте. Да и, в принципе, в жизни она симпатичная. Прям такой, знаете, стиль 80-х. Если вот вы такое любите, то тогда да. По качеству хорошая тоже. Опять же, у меня никаких к ней вопросов нет. Но вот надо что-то придумать с вырезом. И надо придумать, с чем ее носить. Вот такой вот этот раз у меня был заказ на сайте Гипюр. Ссылки на все вещи, напоминаю, будут внизу в инфобоксе. Пишите в комментариях, как вам мой заказ. Что вам понравилось, что не понравилось. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. И желаю вам отличного дня. Пускай у вас все будет хорошо. Пока-пока. До встречи в новых видео.